Итак, вначале там будут правила, а потом как раз те две таблицы, которые я вам демонстрировала, которые вам пригодятся в работе. 25-я таблица очень важна. И затем еще одна, один листок бумаги, это как раз упражнение. Там 8 примеров всего, с которыми вам предстоит работать совершенно независимо друг от друга. Приблизительно 15 минут мы вам сейчас дадим, и Надя будет ходить по аудитории, помогать. Можете на самом деле работать в парах. Как только вы закончили, мы будем с вами обсуждать ваши варианты, и Надя будет также комментировать. Для упражнения номер 5, вы надо иметь в предвид, что кодей лимфома, дифузная беклеточная лимфома и фоликулярная лимфома, указанная на этом. И для упражнения 6, вы можете увидеть, что в текст пациенты имеют две диагнозы. Одна, первая инфильтрирующая внутри протоковая карцинома, этот код, 85003. И другая инфильтрирующая, в упражнения, написана очаговое карциномо, но это долькавая карцинома, 85003. Итак, то, что касается первого упражнения, сколько раков у пациента и почему? Сколько? Один. Хорошо. Пожалуйста, объясните, почему? Волонтеры, пожалуйста, объясните, почему? Один. С третьим правилом касается это мультифокальных опухолей. Здесь прописано, то есть разрозненные массы, которые, очевидно, не являются неразрывным продолжением других первичных опухолей, возникших в том же первичном органе или ткани, рассматриваются как одна опухоль. В данном случае рак предстательной железы. Все ли согласны? Будут ли какие-либо комментарии еще? Да, безусловно, это правильный ответ. И помимо третьего правила, мы также можем применить здесь правила номер один. Они на самом деле разрознены во времени, но тем не менее мы их считаем как один рак. Итак, теперь давайте посмотрим на упражнение номер два. А сколько у нас здесь раков? Можете объяснить, почему? Мы считаем, как нам показалось, что первое правило в большей степени здесь имеет значение. То есть это опухоль первичная, единственная, и она... Да, то есть здесь речь идет о рецидиве, в дальнейшем о рецидиве. Да, регистрируется одна. Но вот мы бы это раз, когда вот читаем, да, вот уже здесь написано, что через год симптомы вернулись, следующая биопсия. Мы бы подумали, что это, скорее всего, речь идет о рецидиве, о продолженном росте. А опухоль, конечно, одна, но мы укажем это в контроле состояния, но в любом случае это будет опухоль единственной, она уже есть. Мы повторно не зарегистрируем ее как второй опухоль. Почему мультифокальность тогда здесь фигурирует? So this is correct, this is rule. Абсолютно правильно, это правило номер один, совершенно правило. Но это не рецидив, потому что если вы посмотрите, первая была слева, вторая была справа. Опухоль. Да, согласны? Вы можете в микрофончик сказать, если есть какие-то комментарии, на которые не надо отреагировать? Можно в микрофончик? Хорошо, давайте посмотрим на... Итак, второе упражнение. Ответ будет одна опухоль. Можете объяснить, почему одна опухоль? Как вы думаете, у кого-то есть другой ответ? Итак, какой ответ на второе упражнение? Объясните, пожалуйста. Здесь после операции тонзилоктомия гистологически определяется лимфома, и получается диагноз гистологически лимфома с поражением нёбной миндалины. Один диагноз. Ну, извините, первичная биопсия всегда может не соответствовать окончательному, особенно если иммуногистохимическое исследование потом проводится. Часто идут расхождения. Ну, всё-таки, если пересмотр первого препарата покажет плоскоклеточный рак и была тотальная биопсия, то всё-таки это две локализации. Тотальная биопсия тоже может быть. Получается, две локализации. Плоскоклеточный рак нёбной миндальной, лимфома с поражением нёбной миндальной. Да, вы правы. На самом деле здесь два раковых заболевания, несмотря на первую биопсию результаты. Потом, после операции, патологический диагноз всё-таки обнаружил плоскоклеточный рак. Поэтому здесь два заболевания. И посмотрите, если посмотреть на кодирование, здесь две различные группы. Биопсия не специфична. Потом хирургия по лимфоме. То есть здесь получается два различных диагноза, две различные морфологии. Так что это считается как два раковых заболевания. Но это был трудный пример. Потому что здесь две различные морфологии, два различных рака. Позвольте я вам микрофон. Затем корректно поставлен вопрос. Если речь идёт о тотальной биопсии, тогда и надо было указывать, что тотальная биопсия. То получается, многие сочли, я считаю, правильно, что биопсия неинформативна. Или ошибка какая-то была допущена в данном случае. То есть условия задачи, они несколько некорректны. Но мы бы в любом случае бы консультировались с патолого-анатовым. И вообще заставили бы его пересмотреть ещё раз. Правда, случай интересный и нетипичный. Поэтому, думаю, большинство сочли бы за необходимость проконсультироваться ещё раз с патолого-анатовыми, с патоморфологами. И, возможно, потребовалось пересмотреть данный случай. В смысле, стёкла. Вы микрофон, пожалуйста, говорите. Конечно, патолого-анатомическое исследование имеет приоритет перед биопсией, хотя бы исходя из того, что количество тканей, которые исследуются, сильно отличается. Если друг другу противоречат эти диагнозы, это значит, что нужно пересмотреть в первую очередь биопсию. Если будет подтверждён диагноз плоскоклеточного рака снова, когда будут все тесты необходимые провести, наверное, нужно ставить две локализации. Но, на мой взгляд, вот эта ситуация очень нетипичная. Потому что результаты патолого-анатомического исследования должны подтверждать результаты биопсии. И можно попутно тогда отчитаться по поводу нашего первого задания? Окей. Позвольте ещё раз прокомментировать второй вопрос. Надо бы разъяснить, конечно же, вопрос в упражнении. Вы правы. Потому что наша основная задача – это практиковаться в кодировании различных видов рака. А некоторые примеры действительно нежизненные. Такое невозможно в реальной ситуации или маловероятно. Так что, да, вы правы. Иногда биопсия бывает непоказательной. Но здесь ещё явно и был патологический диагноз плоскоклеточной карциномы на уровне биопсии. Так что это может быть не только результат биопсии, но также результат оценки патолого-анатома. Но это уточнение будет сделано, пожалуй, на следующем курсе. Спасибо за это, за замечание. И неважно, насколько часто могут эти примеры быть в жизни. Всё-таки они бывают, случаются. У вас ещё один комментарий? Нужно просто показать, что при патолого-анатомическом исследовании удалённого препарата были обнаружены два гистологических варианта. То есть подтверждён плоскоклеточный рак и в то же время обнаружена лимфома. И тогда с лёгкостью мы… Эта ситуация может быть более жизненной, более клинической. И тогда, конечно, нужно две локализации ставить. Два первичных очага. Так, теперь к первому упражнению. Так сколько у вас первичных? Два. Можно объяснить это? Сколько у вас в третьем примере первичных очагов? Третий. Два. 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 Молодец. А почему? Почему? В третьем упражнении два очага. Потому что два. Но морфология разная. В одном – аденокарцинома, в другом – плоскоклеточный рак. Парный орган, я сказал. Парный орган. Все согласны или есть другие комментарии? Ответ правильный. Это был простой вопрос. А теперь четвертый вопрос. Сколько их? У всех один, да? А кто-нибудь сможет объяснить? Один очаг. И видим мы это по морфологии. Идет более уточнение во втором случае. Вначале у нас показывает недифференцированный рак. Затем уже дает аденокарциному низкодифференцированную. Ставим более высокую. А, нет, я хотела сказать то же самое, что один очаг. Всего одна биопсия. Это корректно, хорошо сделано. Теперь мы переходим к номер пять. Сколько у вас есть? Ну, здесь один первичный очаг, правило четыре. Потому что это лимфома, регистрируется один раз у каждого индивидуума. Все согласны? Комменты, вопросы? Еще какие-нибудь комментарии, вопросы мало ли? Как-то мы очень быстро решаем. Итак, шестой пример. Сколько там опухолей? Кто-то сказал две. Некоторых один, а некоторых два. Могли бы вы объяснить? Опухоль одна, и речь идет о третьем правиле мультифокальный рост. А другое мнение какое? Ну что ж, одна опухоль – это правильный ответ. И гистология, как Надя написала на доске, все совпадает. Та же группа. Это один рак. Потому что эти два вида идут в одну группу. Седьмое упражнение, пожалуйста. Сколько у нас там опухолей? Один. Один. Правильно. Объясните, почему? Один. Результат. Да, мультифокальный. Да, правильно. Это как раз пример мультифокального рака мочевого пузыря. Достаточно простой пример. А теперь восьмой пример. Сколько у нас опухолей? Один. 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 Игруль номер 4. We如果你 only raisкनавшиеcias, прол face, Я это упражнение делала часто во многих группах, и вы знаете, вы все сделали в рекордно короткое время. Вы действительно превосходные кодировщики. Есть ли какие-нибудь дополнительные вопросы, комментарии? Если нет, то... Биопсия не подвергается критике, и ее результаты рассматриваются как 100% положительные. Потому что в жизни очень часто заключения гистологии могут противоречить заключениям биопсии. Очень хороший вопрос. Надеюсь, в реальной жизни, когда в вашей регистр получаете вы отчет о раковом заболевании, у вас есть все записи, и четкое уже решение нужно сделать. Я думаю, что за опухоль пациента, я думаю, ну, как Надя показала в своей презентации вчерашней, иногда бывают случаи детективные. Как жилоком, доискиваемся до правды. Так что тут надо использовать наши знания, опыт, интуицию. Иногда приходится просто догадываться, когда нет полной информации из больницы. И есть еще у нас комментарии по предыдущему упражнению. Мы с организаторами обсудили все-таки корректное кодирование последнего вопроса в первом упражнении, когда половина присутствующих, да, ответ написала 81-80, печеночно-клеточная с холангиокарциномой половина, включая меня, написала 81-63, холангиокарцинома. Здесь были трудности перевода, скорее всего, потому что внутрепеченочная указывает на топографию, а не на гистологический вариант. Поэтому правильнее ее кодировать полностью по CDO3, C22.0. Это говорит, что поражение ткани печени. 22.1 – это поражение внутрепеченочных желчных протоков. И 81-60-3, что указывает на гистологический вариант холангиокарциномы. Спасибо большое. Есть еще какие-то вопросы по кодированию, классификации? Итак, если мало ли что вспомните, можете к этому вернуться в любое время. А теперь будем продолжать. Спасибо. 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 Спасибо.